Часто ли вы пересматриваете видеоархивы своей жизни? Мы считаем, что канун Нового года самое время это сделать. В предыдущих выпусках мы напоминали вам о том, какие главные события происходили в Славянском районе с января по август 2018 года. Настало время вспомнить, какой была осень и начало зимы. Сентябрь – время праздников. В этом году более 20 тысяч детей, подростков и молодежи нашего района, от детсадовцев до студентов, переступили пороги садика, школ, техникумов и вузов. Только в Славянске-на-Кубане в 2018 году первый в жизнь звонок на урок прозвенел для 870 ребят. Для них ярко и радостно в городе и поселениях был организован ставший доброй традицией парад первоклассников. В Кожевском поселении начало сентября ознаменовалось отдельным праздником для коллектива воспитанников и родителей детского сада. Здесь, на средства депутата Государственной Думы Ивана Демченко, был полностью отремонтирован этот социально значимый объект. Для улучшения условий образования в новый корпус был открыт и в 18-й школе города. На ремонт имеющегося здание и его оборудование были направлены 10 миллионов рублей, благодаря поддержке администрации и законодательного собрания Краснодарского края. Я очень рада, что мы перешли в новую школу. Тут все очень красиво. Лучше в первую смену ходить. А пока школьники и студенты входили в новый учебный год, на полях Славянского района сельхозгод подходил к завершению. Муниципалитет принимал краевое предуборочное совещание по подготовке уборки риса. Уже несколько лет Славянский винодельческий завод «Славпром» является единственным предприятием в России, которому доверено производство настоящего кошерного вина. Впервые в 2018 году здесь к линейке красных кошерных вин добавилось белое. С размахом в середине сентября мы отметили День города и района. Несколько праздничных площадок на любой вкус и настроение целыми днями работали в городе. А вечерами на театральной площади сотни славянцев собирались на большие концерты. Самым массовым стал концерт Александра Буйнова. Концерт просто бомба, честно. Вроде бы Буйнов это тот человек, который нравится старшему поколению, но мы в восторге. Это очень зажигательно, очень интересно, очень хорошие душевные песни, под которые приятно потанцевать и просто послушать. Праздник делает не артист, который приезжает в город, а те люди, которые в нем живут. Поэтому город для меня Славянск – это вы. Был прекрасный концерт, было 7 тысяч народу на площади, и это останется в моей памяти. Большим событием для жителей каждый год является праздник Дня урожая. Ведь сельское хозяйство для нас значит многое. По итогам уборки 2018 года рисосеющими предприятиями Славянского района получено более 314 тысяч тонн белого зерна с урожайностью 72,4 центнера с гектара. Это третье место среди восьми рисосеющих районов в Кубани. На краевом Дне урожая трое наших земляков-комбайнеров были признаны лучшими в Краснодарском крае. Богат 2018 и назначимые даты. Столетие отметила уникальная молодежная организация «Комсомол» просуществовавшая с начала 20 века вплоть до перестроечных годов. Из ее рядов вышло много людей, которые и сегодня являются настоящими лидерами и грамотными управленцами. 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили на Кубани. Весь Краснодарский край собрался на торжестве, которое прошло на военной горке в Темрюке – последнем плацдарме фашистов на наших территориях. Конец года был богат и на спортивные мероприятия. «Мир без границ» собрал в Славянске лучших паралимпийцев края. Здесь прошел шестой тур спорта Киады, организованный при поддержке депутата Госдумы Владимира Синеговского. Участники оставили много положительных отзывов о качестве нашего приема. В Славянск, когда нас встречают, мы едем с удовольствием. Здесь организация чудесная. Даже когда заезжаешь в спорткомплекс, ощущение другое – теплоты. Такая мелочь, как заезжать в этот зал. Во всех других залах, во многих, где бывают, там дочечки поставлены. А здесь они положили плиточку и забыли об этом вопросе. Славянский район всегда организовывает. На высоком уровне приятно приезжать, играть, общаться с ребятами. Основная цель – это плюс популяризирование спорта, для того, чтобы люди понимали, что попав в такие тяжелые пороусловия для некоторых, коляска – это не предел, это не край. И, возможно, многое. Главное, чтобы было желание, стремление к этому. Много было сделано осенью по благоустройству города и поселений. Новые тротуары и дороги появились там, где о них могли только мечтать. Активно велось строительство дома культуры в поселке Водный. Капитально отремонтировано двухэтажное здание больницы Станицы Петровской. В городе растет новый офис врача общей практики. В Станице Анастасиевской – большой новый спорткомплекс. Началась долгожданная реконструкция исторического здания дома купца Мазепы, где прежде размещалась художественная школа. Завершена реконструкция второй части парка «Аллея любви». В 16-й школе появилась новая спортивная площадка. В конце года 16 молодых людей из числа сирот получили ключи от новых квартир. Я очень благодарна, я считаю, что наше государство заботится своих людей. Спасибо администрации, главе. Мы рады очень. Спасибо. Благодаря активному развитию как социальной сферы, так и вопросов благоустройства, а также активному росту экономики, Славянский район в 2018 году вошел в пятерку передовых муниципалитетов края. В ноябре с рабочим визитом район посетил глава администрации Кубани Вениамин Кондратьев. Все вице-губернаторы дали положительную оценку работы власти района по своим направлениям. Остался доволен положением дел в районе и губернатор. Спасибо вам за такой жизненный настрой. Не было злых выступлений, не было негатива, было созидание. В зале было созидание. А Роман Иванович, я хочу вам сказать, что слова глупой благодарности. Вы владеете сегодня ситуацией, владеете залом. Вы с ней в максимальном взаимодействии. Это значит, каждый день вы чувствуете, чем живет каждый житель района. Каждый день вы понимаете их проблематику. И не просто понимаете, а идете, а идете. Ну вот и подошел к концу декабря 2018 года. Праздничное настроение в городе сияет тысячами огней уличной иллюминации. И каждый с нетерпением ждет 2019 год, который обязательно принесет в каждую семью Славянского района счастье и удачу. Мария Климова, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».